Сезонные работы, характерные для середины апреля, проводятся в начале марта. В Ленинском районе Самары поддержали решение главы города Елены Лапушкиной начать весеннюю генеральную уборку раньше обычного. Такую же задачу ставит перед районными властями и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Несмотря на то, что месячник благоустройства официально стартует 16 марта, здесь работы идут со второго. По погодным условиям сейчас занимаемся ворошением снега и подбором крупного мусора, который появляется в результате ворошения. Разворошить и переворошить, чтобы за три праздничных дня большая часть грязных сугробов прекратила свое существование. Задача вполне реальная, учитывая, что осадков зимой было немного и убирали снег вовремя. Во-первых, как у нас убирают снег во дворе и в территории, в принципе, мне кажется, у нас многие довольны. Вот так что здесь вот как делалось, так и должно делаться. Постоянно мы просыпаемся от того, что слышим уборочные машины, и у нас чистили снег, и сейчас вот даже подметают. Любая инициатива граждан приветствуется. Унести посильный вклад в общее дело может любой желающий. Тем более, что дело нехитрое. Взял лопату, 15 минут с утра поработал, и это дает хороший заряд бодрости на весь день. А как только сойдет снег, начнется уборка залежей мусора, которые скапливались в три зимних месяца. Задача – ко дню победы навести идеальную чистоту. Начинаем работы с привязкой к погодным условиям. Первое – это с зимними накоплениями, то есть вывоз снега, удаление наледи, оставшихся на тротуарах, пешеходных дорожках, входных группах, дворовых территориях. И полный комплекс мероприятий до высаживания цветов, покраски бордюров, побелки деревьев. Кроме того, будут приведены в порядок деревья, детские спортивные площадки, малые архитектурные формы. А на Красноармейском и Маяковском спусках оформлены тематические композиции, посвященные 75-летию победы. К тому же, во дворах Ленинского района появится 75 клумб в виде звезд с красными цветами. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События.